так всем привет на канале swap . но это следующая серия после той серии логично да и мы все переделываем заново какие трудности у нас нас трудности что у нас стоит гибридный мост мы этому не предали значения вот как-то взяли просто у нас есть триузет country узета газели как мы понимаем что коробка у нас такая же в этом же месте как на триузете мы это понимаем мы присрали к этой коробке двигатель 1 гр коробки то одинаковые но и нарисовали опоры все бы было хорошо если бы не гибридный мост а гибридный мост намного толще сейчас я вам покажу насколько он толще и двигатель уже вот сейчас данный момент я выкинул опоры которые мы сделали двигатель задрал уже максимально просто высоко как только это можно все там дальше он уже упирается в капот вынесу вперед везде зазоры сейчас у нас вверху кабины то есть везде зазоры у нас есть единственное что коробка упирается там в некоторых местах кабину но это мы уже потом болгар очка поправим то есть вот у нас получается вот это вот место вот упирается но мы это подпилим поправим то есть он сейчас максимально сдвинуть сюда там вот как раз до пола поправить и в принципе нормально тут у нас по месту все как бы есть сзади привод придется ставить скорее всего старого образца если вообще все влезет нам бы вообще в идеале мотор чуть-чуть сдвинуть вперед но мы вперед его не можем сдвинуть так как у нас слишком толстый мост то есть он настолько жирнющий то есть вот если вы возьмете стандартно у него труба идет вот так и он и у него вот это место вот это место на стандартном она такое зализанное и труба подсоединяется вот сюда то бишь сейчас бы у нас было бы расстояние вот такое вот такое где-то плюс круглая труба мы бы вот запилили поддон и у нас бы все бы это влезло в принципе мы могли бы его даже чуть-чуть там вперед в этот ну короче вот поставить как три узете мы не можем это двигать проблемы очень много доставляет вот этот мост проблем сейчас я пока все думаю как это все решить в принципе выше его уже никак потому что выше мы не можем поставить потому что нас между заслонкой и капотом уже вот расстояние в два сантиметра то есть перед выше нельзя жопу можно чуть-чуть подзадрать вперед мотор тоже нельзя выдвинуть будет упираться если ниже и вперед можно но тогда у нас тут зазор уходит сейчас вот такой вот оптимально вот нашли что все катушки вытаскиваются без съема вакуумника все как бы разбирается обслужить все можно везде зазоры нормальные но вот сейчас буду снимать поддон смотреть сколько я смогу в этом месте запилить есть вероятность такая что все-таки придется выпиливать вот тут кусок моста минимально как-то не знаю пока так то можно но там три пальца тут три пальца вот как вот до этого тут кто-то делал этот гибридный мост допустим да и когда приехала машина я смотрю что тут на колотюша поддоном я сперва не предал этому значения там и застояние было просто минимальная там но буквально не знает 2-3 сантиметра хотя машина еще даже на оффроводе не было какие замечательные болтики 88 супер крепко как бы я бы сделал бы допустим если бы я делал гибридный мост я бы вот эту часть еще ближе бы сюда перенес бы чтобы чулок сдвинуть и еще дальше к рессорине хотя бы сантиметра ну вот на 2 бы сантиметра нам бы хотя вот это яблоко ушло потому что у нас вот тут сейчас вот расстояние от яблока ровно вот как от этой опоры до внутреннего болта потому что вот эта резинка при хорошем ударе она сожмется по самый болт а болт внутри вот я до него еле пальцем дотягиваюсь соответственно блин вот где-то вот посуда пробивает на хорошему проводе при хорошем ударе пробивает и тогда у вас просто мотор пополам будет вот это нужно все учесть то что не было тут учтено совсем от слова тут бы если на оффроуд поехать 42 16 бы приехал бы быстро ну надо было сдвинуть мост ближе сюда либо оставить родной газета от соболя мост и к нему просто присрать две вот эти опоры от уазика но как бы где бывают просчеты предать просчитались сейчас чуть-чуть пройдет времени я еще чего-нибудь подумаю и чем придумаем но тут точно будем запиливать больше кабину пока вот уперлись я не знаю особо там сдвигать тоже никак коллектор все близко еще придется коллектор переваривать все из-за этого моста если бы мост был стандартный мы просто бы ось три узета выставили бы вот так как вот три узет стоит прошли коробки у них одинаковые и у нас бы было бы все по фэн-шуй пацан успех ушел но вот не портануло не повезло так ну что продолжаем делать соболя вытащил натур доработал чуть-чуть лонжерон в этом месте ну как лонжерон усилитель кабины будет переделываться чулок моста чуть-чуть сдвигаться выпиливаться вот это место так чтобы вот как на заводском то есть заводской редуктор намного меньше чем вот этот гибридный самодельный 3 сантиметра будет смещение в бок и вырису тут появится и тогда у нас поддон все влазь по мотору по мотору начали приходить детальки вот у нас ролики новые появились вот этот ролик пока еще не приехал этот остается старым этот еще не приехал натяжной ну как не приехал он приехал но он приехал не тот на обмен так резиночки тут всякие это прокладочки сальники другая щетки не генератор приехали сейчас поменяют и грубо говоря чё старцы я отслужил уже из глобального сейчас у нас получается еще раз меряем двигатель выставляем все четко так как нам нужно и получается нужно будет переделать опоры мост пока не трогаем это будет чуть позже уже думаю месяца через через месяц полтора у нас появится уже нормальный сделанный мост так сказать повторяющие заводские размеры и чтобы это все тут работал по-человечески не мост сделан хорошо но нам он не подходит и с таким мостом и даже приузать не смогли поставить поэтому с завода смещения туда идет то еще то что еще но сейчас все начну обслуживание агрегата вопрос так не просили также у нас имеется самодельный бак с нержавейки я его снял для замены топливного насоса высокой производительности ну и есть кое-какие кое-что неправильно сделано это получается сосок на адсорбер он идет прям варен в бак если мы заправляем по голод по горловину топлива то у нас бензин пойдет под сортов так делать нельзя поэтому нужно переделывать это все дело в горловину будет тоже дорабатываться горловина горловина по чесноку вообще может быть в какой-нибудь иномарке прикручу не знаю пока вот также тут есть выводы это полагают и другие автомобили или зачем сделано в принципе вот такое вот изделие на 100 литров как я понял сейчас разберем гену поменяем щетки на что-то будет по работе уже поменьше так ну что подкрасил подкапотку два баллона вы вы очиститель от тормозов вылил чтобы эту мавиль смыть задолбался сегодня один хрен она вот отсюда лезет вот тут видно что чуть-чуть вот краска не очень она вот лезет 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 и лезет этого гермитос тут мазал попал замазил кал всю герметиком вот этот герметик прям вообще отличный такой вот он потом растекается и становится таким гладеньким кайфовым вообще вот это закончился маленько другим мазнул этот такой более как кость и такой полоской мажется не растекается но вот этот кайфовый понравилось следующий раз буду такой брать вот это все на секретном проекте разные материалы используем топовыми вот этот самый лучший оказался внутрянки тут конечно пришлось всю шумоизоляцию отрезать вот опять же все все швы промазаны герметиком сейчас еще эпоксидным грунтом то есть у нас кислота идет обычный грунт сейчас можно эпоксидника кинуть и все потом закатываем вибрухой также все вырезаю красивенько и все будет четко как будто ничего и не делалось будет ну и все сейчас буду приступать пока тут все у нас будет стыть то есть сегодня надо будет герметиком на ночь будет эпоксидным грунтом на ночь бахнуть ну и в принципе завтра уже все встанет завтра буду обклеивать ну и надо уже мотора начинать как-то обслуживать пришли все сальники прокладки кольца клапанных проклад клапан и крыжик кольца свечных колодцев все как бы пришло единственное там два колечка есть не нашел каталожные номера придется их заказывать как-то отдельно по размерам подбирать сегодня заказал кондиционер все приедет радиатор и начну скоро собирать салон далее будут приколюшки у нас по передней кассете все в принципе достаточно интересно ничего особо не понятно мотор ставим первый раз поэтому есть кое-какие нюансики что как-то лезет все не очень-то так и хотелось вот первый раз вот сделал вот такой запил что у нас шпильки остаются то есть панель вся на шпильках у нас будет но вот тут запил идет это вот под трубки вот этот вы и бончик у нас сделан для того чтобы вот это вот место влезло потому что ну вот если так посмотреть она как бы выпирает но и плюсом тут еще коса сбоку проходит чтобы все это дело влезло по моему у нас рекламные паузы вы же так соскучились по ней давайте я вам покажу то что мы продаем помимо того что мы слабым соболе и у нас скоро соболь в такой появится крепеж под 1 гр а крепеж будет входить опоры то мы будем свапать в этот соболь раздатку от этого от серфа тоже будет крепеж продажи но так я делал до этого допустим next а на выпушку и сейчас у меня next н н заезжает на выку 35 д.е. но отель гранда но я такой чтобы не разрабатывать крепеж я просто взял так сказать распечатал предыдущий крепеж купил подушку и не помню вам 900 рублей от skyline вы также можете в объявлении будет прикреплено каталожный номер этой подушки берешь поешь подушку все и прикручиваешь эту подушку skyline фуга или грант вот куда угодно далее также в этот крепеж получается покупаешь опору левую правую от sky а также номера в объявлении указаны какие их нужно купить все и прикручиваешь это все делать также у нас очень хорошо последнее время продаются кронштейны на fiat ducato как это ни странно к нам обратился человек говорит нигде не найти так что если у вас есть какая-то позиция которую нигде не найти но она у вас есть ржавая такая трухлявая вы можете к нам прислать мы и отсканируем продадим вам и потом начнем на этом зарабатывать мы не против так что обращайтесь к нам грубо говоря стоимость этого кронштейна под рессору 6000 рублей пушные ржавые они тоже продаются по 6000 рублей то есть как то так нормальная позиция вот у нас там их 10 штук 5 из них сразу не получается продаем и 5 у нас наличие но на тот момент когда выйдет видео наверно по наличию опять ничего не будет а может и будет так что пишите ссылочка на свою точку магазин в описании вот а мне сейчас нужно сегодня ко время-то у нас ем и вот через 10 минут заканчивается рабочий день с машинами и в ночную смену буду сваривать крепежи и так сказать работать на свап . магазин вон у меня программ сзади стоит поэтому буду в ночную пахать кстати также у нас есть поддон ну и крепление под discovery 34 подраж ровер спорт полностью крепление есть под м57 в него входит поддон крепеж двигателя подраздатку да не надо подраздатку потом ставишь вот так вот красивые или объявления ссылочка в описании также будет подраздатку под радиатор под газовую педаль газовая педаль скоро будет входить в комплекте подвесная не напольная а подвесная со стертым номером чтобы вы не догадались где ее купить ля ты крыса шучу ну вы купите там номер будет дальнейшем сможете уже покупать такую педаль нам хочу у нас есть магазине переходи в описании либо спрашивайте звоните к не дениски кстати вот эти вот крепежи конечно интересно удачила и побратился такой вот смотрит канал подписан и такое звонит я нигде найти говорит не могу но кстати вот вам если вы будете обращаться если позиция реально будет рабочие для нас мы сделаем как продаются они то есть в объявлении не сколько мы потратим на это сканирование моделирование сколько людей задействовано для вас то будет как запчасть продаваться то есть за эти все позиции вам не надо будет платить первый раз человеку сказал я посмотрел действительно явлением нету все ржавые какие-то продаются было пару таких колхозники их вариантов тоже за такие же деньги такой думаю но почему бы нет вот он мне прислал я отсканировал все сделали первый честно первый крепеж он обошелся в ней в минус риск благородное дело сейчас зато все в плюс все я буду сваривать мне еще нужно nissan так сказать опоры под swap через месяц а сварить надо сегодня саня посмотреть скажет смысле через месяц я скажу кора мысли так бывает он у меня там два ржа еще не доделаны адаптер и адаптер адаптации не могу уже все ладно и мне link вот так вот так вот так link первый раз такой в руках держу цены немало и скажу можете погуглить сколько стоит кому интересно кому интересно но дорога дорога честно да стоит дорого не будем тут ценниками разбрасываться это короче за пару сотен туда еще и ждать бешено времени да 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 сейчас у нас еще турбинка на подходе которые с америки это потом нам еще поршня шатуны надо все немало но секретный проект да жаль что нельзя показывать но комплектующий который мы будем покупать на этот секретный проект мы будем показывать приехал блок управления для чего нам нужен нас секретный проект должен быть 600 плюс сил соответственно этим чем-то нужно управлять поэтому был куплен такой блочок потом покажем мотор куда мы это будем ставить мотор у нас имеет 4 фазового вращателя и поэтому нам пришлось брать на столь дорогой блок управления чтобы этим всем как говорится вращать вот так и чтобы было шуток и еще огора про минусы рассказывают плюс это его плюсы плюсы и короче он настраиваемый дистанционно настраиваем да 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 то есть у нас настройщик сидит да где угодно да в воду может оттуда и переместиться да он может ситуация разная стране короче он в краснодаре будет нам настраивать машина машина будет в питере то есть это удобно не как на штатном мозге который будет замучившись вот так пересылать и никто тебя путем не настроить и транспортно сейчас нам осталось дождаться турбину и скоро мы будем на секретный проект мотать проводку и варить выпуск все вот это интересное все как мы это делаем и естественно будем показывать нам нельзя показывать только сам проект мотор мы покажем как мы там делаем чем романыч будет перебирать до зазоры знаешь спортивные какие должны быть вот такие поэтому чтобы перегрева не слою ну а это будем подсоединять будет у нас первый опыт в комплекте идут я так полагаю разъемчики или отдельно не в курсе мне дали вот это было все там эту коробочку брит и вот это не потерять ну потому что у меня не должен каждый пинок тоже найти вот такие разъемчики у нас чик чик все такое прорезиненное все четенько и красивенько ну короче сейчас осталось купить тефлоновые провода блин проводка тоже ориентировочно будет 43 стоить потому что провода будет не горючие для чего используется тефлоновые провода я раньше думал что тефлоновые провода нужны только ради того чтобы вот чтобы они не сгорали но нет они мало то что мы берем сечение одинакового провод пвх и тефлоновые тефлоновый гораздо больше проведет через себя только потому что он не знаю почему но короче все спортивные проводки на телефон не собирается поэтому будет все круто на бмв наклеишь на свои 258 сил лоховских у нас тут пацаны по 600 сил машины собирается в этом 200 мы очень едешь газель газель наше солнце ищем спонсора классные наклеечки давай мы потом наклеимся где схема выучить потому что у меня очень очень много работы и все выучить пошел я первый раз такую штуку держу в руках вообще круть 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 так что если у вас есть такие проекты которые называешь ты последний вот если у вас есть проекты которые прямо литейшие вы хотите это реализовать я только за интересные проекты приветствуются вот так скажем так продолжаем установка двигателя вот так вот у нас доработан моторный отсек получается все вебрухой заклеили оттерли эту мобиль несчастную все заклеили получилось достойно тут небольшой выпил тут то есть везде зазоры тут пришлось маленький усилитель подпилить что еще у нас получается трубочки пришлось маленько приподнять они учли вот так приподняли кому-то рубер с резиночкой все четенько все крепенько везде зазорчик есть все все четко сейчас что сейчас нужно мерить двигатель туда и по-новому сканировать сейчас опять все запихаю отсканирую ну и как до этого говорил мост под переделку у нас пойдет потому что никак все равно ничего не залазит вот как-то так и скоро будем обслуживать это двигать и это новая серия про газель миша мне похуй я так чувствую а соболь это уже знаешь ценные породы зверек вы вырезали отсек то чутенько везде зазорчики сделали мотор сейчас вот выставили так вот как надо вот нам придется переделывать гибридный мост не нам его делал нам будет его смещать на три сантиметра изначально на семь сантиметров вы увели сюда вот на 3 его туда вернут и мы зазоры попадая при этом при всем конечно из-за этого моста геморроя конечно нас прибавилось еще прибавится когда мы его отправим транспортный туда обратно но как бы делать надо все равно сделай вот если был бы столько и мост вообще проблем никаких не было сейчас что сейчас сканируем заново и перерисовываем опоры тоже до этого то мы не знали что он там гибридный вот сам это прикол где меточки где меточки где меточки дай-ка меточки мы купили меточки компании с конфорум нас новенькие те тысячи штук до этого 1000 было или 500 я не знаю они короче износились все грязные и уже совсем плохо это плохо сканировала они грязные уже и кто видит то не видит поэтому вот решено спустя два или три года у нас спустя три года новая партия метр а еще наш сканер прошел ребил да да но сканер прошел у ребят у них там сейчас новые модель более такая скоростная мы его отправляли на них на ребят ну и хочется этот сканер может быть буду продавать у них сейчас выходит новый сканер на синий пласть не знаю ну выходит на к информации есть я не знаю можно об этом говорить не можно но я уже в курсе очень хочется следующий конечно он там не бюджетно с этим но очень хочется живем один раз поэтому будем копить напрягаться накопим этот продадим добавим и все наверное будущем приобретем точно не знаю как она там дальше пойдет после ребилда первый раз сканируем ребил в чем у нас заключался за три года у нас проводочек там чуть-чуть короче это тактики может зарядка ломается на телефоне ломается тоже такая же штука каждый раз это гнешь 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 это так сказать естественно что оно должно когда-то было переломиться вот хотя тут у у них термоусадка там гофра не гофра ну три года я не знаю сколько сколько раз я его отбил не будем считать много ведь отлично ну и сейчас после ребилда первый раз начнем просто папа папа вот все принципе чего начинаем сканировать у нас сейчас по сканам что мотор педаль на discovery 3 discovery 4 педаль газа надо хочу там доработать чё еще у нас там буханочка у нас скоро подъедет там вообще проект будет лютый будем короче pajero 2 и туда ставим буханку это все делаем майбах короче подписывайтесь на канал у нас будет скоро очень очень интересно и это будет не секретный проект а буханочки нам сказали что можно все показывать и рассказывать но есть также секретный проект а то тут секретный проект жаль конечно таких проектов моей жизни может больше не будет но если вам нужно может и будет так ну что продолжаем короче наш соболь прекрасно делать дошли до изготовления промежуточного кардана между раздатка от серфа и двигателем 1 гр вот что нам нужно сделать нам нужно добыть вот такие две штуки это с кардана кардан я уже пилил первый привод снял где-то около 10 тонн давления и вот по-другому сказать не могу извините эти сделали вот тут вот конус если видно вот там с этой стороны конуса нету и сжать и никак не получается по крайней мере я не знаю как это делается шрус болгарка разбирается получается вальцовка стачивается ну то есть сейчас вот нужно добыть вот эту часть час не знаю сколько я попробовал десятку надавил все тряпками это все замотаю потому что очень страшно сейчас будем смотреть на скольки это у нас сработает пиздец как страшно очень страшно чтобы ничего не отлетело без опасности 10 а все максималка 11 тонн пить аж пресс рома подпрыгнул куда выскочил бентли помню как-то бентли делали вот так честно спичина висит чтобы вынуть поменять привод на газели 11 тонн давления но опять чуть-чуть поломала зубья сейчас хочу покажу вам слизала зубья но не все некоторые остались так что не знаю после этого привод скорее все не выживет владелец попадает еще и на привод если есть особо умные комментарии напишите я вот искал весь ютуб перерыл я нашел их новые нашел пыльники отдельно нашел эту отдельно но как вот это разбирается я не нашел я попытался туда отверточками лезть я нажимал отверточку но эти гомосексуалисты по-другому их не назвать вот они что сделали у них вот тут бортик просто максимально ровный а дальше его как бы ну насадить не как потому что он упирается вот здесь то есть все кольцо расчелнулась и привод не обслуживает то есть у тебя сломался покупай кардан хочешь свапнуть ну разве так делается по мне сейчас не знаю но в принципе два хвостика нужных у меня есть сейчас мы делаем вот такой вот супер длинный кардан промежуточный типа как на геликах вот такой будет карданчик у нас у нас раздатка стоит в одну линию практически все сейчас соединяем в таких условиях у нас все влазит и все очень даже неплохо получается мне кажется же гайку расплющила чуть-чуть хотя не расплющил так все продолжаем мучиться с соболем начал я собирать так сказать панель установил все вот у нас тут педаль газа по красоте все сейчас начинаю борьбу вот с этими проводами с безобразием сигнал курс и не у честно говоря без разъемов вот как вот было соединил также соединил по этой стороне потому что тут кто очень геморрно с той стороны разъемчики поставил все дело в том что нужно было от сигналки отвести сюда провода и туда отвести там вы получились разъемчики и тут а тут получилось они вот сюда все свезли отсюда пучок туда пустили короче так сигнал как и было тут на стяжках то сейчас делаю сейчас буду окорачивать вот это вот все этот мать new ну как бы если мы ставим усилители вот под сиденья ну точно в дороге человек не будет удлинять провода чтобы их поставить под заднее сиденье или я не знаю что если их поставили уже конкретно вот сюда ну наверное они тут будут стоять теперь ну всегда то есть ну куда они отсюда денутся уже никуда все провода вот эти все рассчитаны все вроде по размеру а эти вот не по размеру пусть и тут хорошие вот такие соединители сейчас покажу то есть грубо говоря проблем то никаких нету вот просто взять и коротить спаять сделать это все нужной длины хорошие позолоченные контакты ну как бы плетующий класс и все и у нас будут провода вот учи point и все на магнитолу вот эту всю бороду отсюда выкинем весь фон ехал когда с твери думал почему-то радио не работает обнаружил что нету антенны на радио вот нужно будет купить антенну наверное какой-нибудь бошевскую или какую-нибудь которую приклеить к стеклу активную и подсоединить то есть этот косяк сейчас пока не собираю закажу антенну чтобы радио работало сразу все подсоединить вот ну так в принципе чем собирается отопитель нашел оригинальный заводской как я и до этого и говорил без всяких шлангов то есть трубочки у нас будут ходить сюда сейчас еще трубки такого плана тачку найти всем прям будет прям сложно все вот тут у нас конденсат будет сливаться как бы просилил отверстие покрасил эпоксидничной кислотой эпоксидником и вставил шланг будет лица прямо на коробочку конденсатик летом охлаждать нашу а кпп но это я шучу вот но лица будет сейчас поэтому ставим мотор уже конкретно проводку вымеряю скорее всего где-то коса будет заходить вот здесь либо где-то вот здесь не знаю там короче трубки мешается наверное вот сюда заведу косу так чё в принципе работаем потихонечку колбасим уже как бы приятно собран салон сейчас покажу как у нас candy candy вот у нас вот так вот вот все заводское заводская печка либо косу вот сюда завести под трубками либо все-таки вот сюда завести тут как-то закрепить блок управления двигателя в этот раз буду делать отдельный блок управления не вплетаться в штатную косу отдельно сделаю плюс минут отдельный будет чисто приборкой все это отдельно из-за чего я так решил потому что тут стоит сигнализация 5 намотана я бы честно говоря выкинул бы все это и переделал бы но но она работала наверное как-то вот я приехал как-то сигнал включалась намотали сейчас вот это вот все вообще не понятно вот 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 так предохранители вот тут что случись дороге не дай бог вот это вот все пока ты найдешь эти предохранитель как бы понятно что сигнализация она делается для того чтобы ее не нашли но короче сделаю блок управления там монтажный блок там два провода будут идти на зажигание это зажигание стартер где-нибудь возьмем плюс скорее всего там сразу на аккумулятор вот то есть она будет такая вот отдельная проводка чтобы это ничего не глючила вот если что-то случится вот там вот взял завел ну как бы потому что вот это вот сигнализации я вообще сигнализации честно ненавидит это она она все работает через вот одно место глючит тот у клиентов отказывает это реле которая чем сигналка заглючит завести не могут эти все вот эти глюхи которые на запрет один геморрой пущественным собирать экспедиционник где там по уши вот так воде лазить на сигналка такое себе развлечение вот но мы сейчас будем делать майфун магнитолочку так ну что он накоротил оказывается можно было и так сделать ничего сложного а это доната свап точку ну представляете вот это было вот здесь вот это можно еще одну машину сделать так мало что я эти провода коротим я же счет сюда сделал с разъемом зарядочку ну вот что она и ну так сишка тут у нас так еще и в ней еще можно вставить шнур и подключить еще что-нибудь подключаться будет вот через вот этот провод штатный он тут не нужен сказать выходит провод подключение вот там у нас ну потом его предохранителем подмотаем вот сделаем все как говорится по у фэн-шуй ну и наверное еще фонарь поменяем потому что негоже с таким фонарем то такие пироги так что у нас тут на регистратор просто вот так выходят зарядочка здесь была раньше вот там ногах валялась примут как бы ничего это не меняет но можно и сюда сделать как раз есть так надо еще быть антенну поставить ее тут не было почему-то провод главного там торчит тут торчит больше ничего нет от блокировку плату вот эту скорее всего выкину надо будет сделать просто две кнопки блокировки перед зад потому что начинаешь буксовать больше пяти или десяти пятнадцать километров напишите в комментариях сколько-то километров она держит и она отрубает очень такая тема на бездорожье не нужно вот так что вот так ну все собираем дальше начал я тут косу дергать думали как-то мне ее не передвинуть провод вот тут натянутый один а потом смотрю а сидение прикручены на проводах вот теперь чё тебе нужно открутить сидение разрезать косу ну и посмотреть что там с проводами мы лишь я же второй день салон собираю тут там чуть-чуть тут чуть-чуть тут чуть-чуть собрать вот так как есть это не охота как бы надо сделать что все работало вот и бомся так что сейчас вот буду разбирать блять надо как-то все провода прокинуть не знаю как тут прокидывать наверно по этой стороне все сделаю чтобы уже один заход тут был да это на вебаста у нас надо снимать для сидения как я обожаю допчиков вот так вот ну почему это все не а коротик зачем это вот мотив оставлять здесь если человек туда поставил вебаста не уж там завтра послезавтра начнет ее блять переставлять другую машину планар не вебаста поэтому сейчас это все порежем и разложим нормально как-то по человечески попробуем это сделать ну мы конечно не ставим исправляем но чуть-чуть как бы сделаем покрасивше вот чтобы не было вот этих вот километров проводов спасибо добрый человек ну все блин сиденье конечно классно до складывается видел всякие крючочки да это точно это же задняя от лексуса кто-то спрашивал отчего сиденье rx 330 это одна половинка задняя это передняя получается водительская лишь все регулировки кстати очень удобно это было пассажирская да 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 так ну и чего добрались мы до суда зачем мы это все сняли барян потому что невнимательный кто-то собирал вот ассири провода зажали просто вон они запережаты ох и мне кажется сейчас все это надо выковыривать к это ты видел когда плоские провода просто поешь вот это железный пережатый нахер один блять провод идет вот здесь блять вторые провода вот там как так собирать а в рот это ты когда разбираешь эту паутину я панель вот честно второй день ставлю пешки как вот этот об это обшивальщик этих панелей и салонов должен понимать вот эти все допы трешнина это я убирал ты видел сколько я отсюда выкинул тебе покажу это пучок ты будешь и реально метр три нахуй вот тут просто вот так вот проводок вот и оставил просто соединил спаял как-то делали не снимая торпеды что нет он из панель снимали но вот сейчас буду это отворачивать отопитель всю хрень делать вот так вот у нас свапы и затягиваются загоняем машину на свапа потом делаем все ну что вот они провода снял я печку блять надо маленько подслить подусрал чуть-чуть без этого никак и вот у нас пережатые провода плоские косы называется сейчас надо разобраться куда еще идут плоские косы оставшиеся вот эти вон они какие плоские пережатые сейчас мы это все расковыряем поймем куда это все шло а там еще вот этот пипирка рука как вы эти блять контакты сука делаете сейчас мы это все будем разматывать смотреть что там как замкнута не замкнута после передавлена конкретно понятно что вроде в шумку ну блять надо же это положить над сиденьем значит ну тут вот масса до отопителя ну массу отопителя кто блять делает на ой блять вот как масса вот вот где здесь масса покажите мне пожалуйста где она блять на шумке что это за контакт а потом газель машина газеля машина ее просто чинить по-человечески это я так полагаю подсветка порога наверное куда-то идет самое обидное что там еще пережат это все дело вот на фонарик на этот скорее всего смотреть тут пережата не пережата как провода заходят короче слаб двигателя снял панель начался ставить собирать смотрю как-то прокладывать и вот такая жопа кругом очень интересный закрут сейчас разберемся так ну что пришло я провода него там проложить по переду тут у нас как раз отопители есть место где мы можем проложить вот пришлось поставить бушный разъем так как все равно нужно было наращивать провода чуть-чуть потому что не хватало а делать по диагонали ну как бы это не наш метр этот провод получается прокладывается у нас вот сюда подсоединяется прокладывается вот так масса цепляем вот здесь и сюда у нас все как бы по фэн-шуй все ляжет ничего будет не пережат сейчас нужно вскрыть вот эти все косы посмотреть ничего ли там замкнутого нету разъем не герметичный так как вот тут рядом тоже есть не герметичный соответственно мы ничего как бы не ухудшаем кажется жопу отмазали продолжаем работать так ну чё в принципе ничего критичного нету но пережаты были конкретно то есть такие прям пережатые хорошо провода в дальнейшем скорее всего могло бы быть замыкание и пред бы потом вылетал бы а потом бы как всегда любят газелисты в это правда соболь но газелисты в основном обожают ставить за место 15 амперного 30 40 ампер лишь бы работала и все а там до свидания вот ну в принципе тут замотаю и все его так вот красненько будет проводочка сейчас вот все таки вот так решено сделать вот тут туда фонарик уже подсинен масса вот здесь будут сверху гайки сейчас установлю сиденья тут все хоп-хоп и дальше уже пойду туда воевать с полами так ну чего максимально полы собрал и смотрите какая штука приехала а а я пошел домой с лазерки а не ржавейка болтики тоже 7 тиза нержавеечка все было красиво краски приехали все приколюшки этот поддонная м57 если что комплект или самостоятельный свапок всегда ссылочка в описании это у нас discovery 34 джунжевер спорт по двигателям 57 вот если вы будете свапать соболь допустим 1гр тоже у нас можно купить полный комплект и свапнуть это все дело самостоятельно а сейчас еще кстати да ничего потом покажу ну много всяких приколюх то есть там подрамники все-все-все под полный привод что хотите в принципе тачечка собирается кондиционер у нее уже появился и сейчас нужно подумать как тут разместить селект электр тоже будет делаться такая консоль к небольшая то есть но тут придется поиграться так сказать принципе все это замутить вот все провода уложил сегодня очень долго укладывался на целый день собирал салон накорачивал все провода укладывать надо еще отопитель будет соединить чтоб все это было более-менее красиво вывел провод на выбасту вот здесь тут у нас раньше была педаль газовая ну и вот принципе при условии что вот вывел там длины предостаточно ладно а я пошел домой так ну что собираем салон вот такая у нас педаль от бмв f10 сейчас мы ее установим получается хлопочки и вот такой у нас по сути прекрасный узел получается вот такой у нас узел тормозная педалечка это все четенько вот в принципе на этом серия про соболь заканчивается у нас уже готова траверса под двигатель новая так у нас в принципе уже готова траверса вот как вы видите под двигатель вот красивая такая вот в принципе чем следующей серии уже мотор будет установлен под раздаточку нарисуем потом останется хвостик коробки закрепить так сказать ну и все потом самое вот это грустное печальное вот это периферия вся вот это соединить все красиво подсоединить вот так же у нас уже радиатор готов с вентилятором все кондиционер все короче следующей серии прям такая максимальная сборочка будет так что всем до встречи следующей серии а